К нему какие претензии? Я просто показал свое отношение к таким людям, как он. И своим примером хочу показать и постараться повлиять на молодежь, чтобы она точно так же относилась к таким людям. Чтобы она понимала, кто это на самом деле люди, на чьей они стороне, и вообще думают ли они о молодежи или нет. Или о себе они думают в первую очередь. Вот и все. Я свое отношение к нему изменил. У меня к нему нет уважения и не будет. Всем привет! Вы на канале Труджим. И сегодня мы опубликуем ответ Олега Токтарова на видео Александра Шлеменко, где тот крайне негативно высказался об изображении портрета первого российского чемпиона UFC на пиве. Поехали! Давайте поставим точку. Как вы заметили, конфликты рожает желтая пресса, интриганы. Мы не они. Мы выше, не так ли? Мне не нужно ничего ни от кого. Я сделаю все сам без помощи Единой России и правительства. Если вам что-то нужно от меня, попросите, и я помогу. Именно так, как будет правильно. Тито Ортис однажды позвонил и попросил помочь ему с партнером, особенно с защитой от болевых на ноги. Работать было над чем. За две минуты он сдался четыре раза, но уже через неделю защищался спокойно. Если вам нужны мои знания, напишите. Я приеду и поделюсь. Если вам нужна помощь в политике, войне это не ко мне. Ну а если решили наступить на меня, то это можно сделать только с моим изображением. Реальный тактаров вам отломает ноги из любого положения, даже если вы на 20 лет моложе и действующий чемпион. Точка. Вот посмотрите на это чудесное дерево из моего сада. В прошлом году оно выросло за весь год на 5 сантиметров. В этом году за две недели оно выросло на 10 сантиметров. Мне сказали, положи навоз, у тебя нет удобрений под деревом. Я привез навоз, лежит он себе спокойно и помогает расти. Цветы женщины, плоды будут детям. А навоз он просто лежит. Не надо его размазывать ни по цветам, ни по плодам. Он лежит в себе мирненько и помогает расти. Ребят, каждому свое место. На НТВ показывают фильмы, боевики. На домашнем канале для бабушек. На первом канале, сами знаете для кого. У каждого свой потребитель. Не надо это смешивать, не надо об этом говорить. Понятно? Кстати, также на пиве, но другой марке, недавно был изображен еще один боец. Джефф Монсон. Но почему-то его никто не трогает. По сути, можно назвать массу спортсменов, в том числе и из UFC, кто рекламирует пиво. А как вы считаете, это допустимо или же вы категорически против? И на чьей вы стороне в конфликте Шлеменко и Токтарова? Пишите ваше мнение в комментариях. До новых встреч на канале Труджим.